Всем привет! В сегодняшнем видео мы рассмотрим такой момент, который связан с кривыми в этом видео, а в следующем видео связан с поверхностями. Это у нас инструмент, который называется Align, то есть выравнивание. Он соответствует инструменту CurveMatch и SurfaceMatch в Rino. Единственное, что в Rino это два разных инструмента, а Valios это один инструмент, но включающий в себя функции двух из Rino. Прежде чем приступать к рассмотрению этого инструмента, мы остановимся на одном таком моменте. Очень настоятельно рекомендую ознакомиться. Даже если кто английский не понимает, в этом можно даже звук просто выключить и посмотреть, что делает человек. То есть все объясняется очень наглядно, очень просто. Но если кому-то нужно будет, скажем, русская озвучка вот этих пяти фундаментальных видео по глубокому пониманию инструмента Align, то пишите в комментариях, переведем. Эта информация тоже будет на русском языке. Но вот эту серию мастер-классов рекомендую. Они по 15 минут каждый. То есть можно потратить в день 15 минут посмотреть как минимум. Просто для себя понять, если кто интересуется поверхностным моделированием и моделированием Valios, вот эта информация, она очень сильно облегчает дальнейшую работу. И соответственно дальше переходим к самому инструменту. То есть открываем файл, который называется у нас 1001 Align Curve, выравнивание кривых. Здесь можно Accept New, можно Keep Current Setting. Я оставлю Keep Current. Здесь не такая слишком важная, скажем, информация и точности, чтобы не установить, предположим, одну тысячную. У нас в этом файле есть три слоя, то есть дефолтный слой, Perfs и Perfs Surface. Мы начинаем рассматривать инструмент с кривых. То есть кривые у нас, ну, фактически если идти по иерархии, то точка у нас самая первая, дальше идёт кривая, дальше идёт поверхность, потом идёт полиповерхность и, соответственно, можно разделять там Mesh либо Subdivision. То есть такой, скорее всего, вариант по градации. То есть второй по значимости, это у нас кривые, но они первые по значимости при моделировании. То есть точка, она не так значима. И, соответственно, если мы открываем вот эту группу, Object Edit, то есть это редактирование объектов. Вот это у нас объекты. И по правой кнопке у нас здесь вот подсвечен Align. Мы остальное всё пока не берём. Мы берём вот просто команду Align. Если мы её выбираем, она у нас вот подсвечивается и, соответственно, мы видим, что она находится в группе, то есть в группе три инструмента. Эта команда у нас, этот инструмент первый идёт и у него, соответственно, есть опции. То есть заходим в опции и, как всегда, первое действие, которое мы делаем, делаем сброс, Resert. Смотрим, что здесь у нас приготовлено для нас, скажем так. Начинаем, как обычно, с низа. Я поставлю это вот таким образом. Пока вот это всё отключу. И разбираемся с опциями. Автоапдейт нам понятно, то есть автоматическое обновление Create History, создавать историю, прокси-дисплей, отображение прокси и диагностика, то есть какие-то диагностические моменты. Мы к ним пока не касаемся. То есть прокси-дисплей, то у нас отображение, скажем, прокси-отображение оригинальной кривой. Если мы кривую изменяем, то, соответственно, мы хотим видеть, насколько она изменится. Ставим непрерывность по какой функции, по позиции Ж0. У нас вот эта точка, вот эта точка должна совпасть вот с этой точкой. То есть мы выбираем первый объект, Input, это вводный объект. И в любом месте, фактически на кривой, ну я буду вот здесь, щелкаем и инструмент, соответственно, подтягивает точку к вот этой точке. И, соответственно, у нас образуется первое правило сопряжения по позиции. То есть Ж0. В этом случае, если мы включим прокси-дисплей, то мы видим, насколько изменилась наша кривая. То есть не очень сильно. После изменения вот этой точки, да, вся кривая фактически вот немножечко перестроилась дальше. И диагностика, это у нас информационные сообщения. То есть я ее включу пока. Это для точности моделирования предназначено, поэтому ее можно не включать. Идем дальше. Вот этот раздел пока пропустим. И, соответственно, то есть первое правило у нас позиция. Одна точка начала вот этой кривой совпала с точкой окончания вот этой кривой. Но вот это у нас мастер кривая, вот эта. То есть мы вот эту кривую подравниваем, скажем, в кавычках, вот этой кривой. То есть они должны совпадать вот в этой точке. Если мы... Я пока прокси-дисплей отключу. Если мы поставим непрерывность по касательной, ну прежде чем ее ставить, маленькое сравнение с Rina. То есть если мы делаем Rina Match Curve, то, соответственно, у нас вот такой возможности нет. То есть мы можем делать вот так. То есть Rina вот такой возможностью не обладает. То есть инструмент Alias, инструмент Align Values, он более, скажем, функционален. То есть в Rina мы такого сделать не можем. Если нам нужно, нам придется где-то ставить точку, где-то искать пересечение. То есть, соответственно, это все делать несколькими действиями. Здесь все в одном действии. Теперь переключаемся по касательной. То есть вы переключились, и у нас появляется локатор. То есть позиция у нас локатор вот. Следующая точка от начала кривой нашей, это касательная. То есть здесь важно понимать такую ситуацию. Если мы возьмем кривую, любую, неважно, хоть обычную, стандартную, зайдем в нее, поставим первую степень, нажмем Go. И, соответственно, если зажать Ctrl и нажать, то привязка сработает вот к этой точке. И если нажать вот здесь, привязка сработает здесь, к точке. То есть в контрольной точке по Ctrl и привязке. То есть важное правило по поводу G1. То есть это касательная. Касательная у нас образуется по прямой линии от первой точки конца одной кривой и первой точки начала второй кривой. То есть она всегда должна быть по прямой линии. То есть вот здесь, если мы положим, снимем выделение, возьмем CV, выделим. То есть не вот этой кривой ровной, а вот этой. То есть мастер кривой. И выберем Mo, то как только я начинаю изменять положение CV, у меня эта ровная линия изменяется. То есть это правило G1. Оно неизменно, оно таким останется уже на все время. То есть его просто один раз понять и все. То есть вот она касательная. Делаем отмену и, соответственно, вот эту часть, вот эту кривую удаляем. Она здесь не нужна. Вот эта кривая, на которой мы делали выравнивание, она зеленого цвета. То есть она имеет историю построения. То есть зеленый цвет нам символизирует о том, что кривая имеет историю построения. Выбираем инструмент Query Edit. И остались мы вот здесь на G1. То есть на нашей касательной, то есть это Tangency. Если это Position, это Tangency, то, соответственно, следующий локатор будет G2. То есть это кривизна. Здесь, если переключиться назад еще разок, то есть смотрим. Tangent Scale. То есть как только мы начинаем вот этот слайдер двигать, у нас вот здесь мы можем точное значение поставить. Положим 20. То есть мы знаем, что это точное значение. То есть переключаемся дальше на G2. То есть это Кирвейчер. И если мы Tangent Scale поставили 20, вот он такими остался. То мы можем поставить вот здесь автоматически. Если мы ставим автоматически, то, соответственно, у нас наш маркер скрывается. И пропадает возможность регулировать это вручную. То есть теперь просто у нас вот этот маркер выделен. Мы можем выделить этот. То есть в Rina есть тоже точки управления для того, чтобы придавать форму при действии Match Curve. Но они, вернее, это при бленде, а при Match Curve у нас просто есть только выбор. То есть вот этих моментов нет. Внутри инструмента вот этих слайдеров и возможности изменить какое-то значение тоже нет. Поэтому отличие от Rina от инструмента Match Curve здесь в Elias. Во-первых, вот это, то, что мы можем слайдер передвигать. Во-вторых, то, что мы можем слайдер передвигать здесь. И, соответственно, если мы... То есть первая у нас позиция, вторая у нас касательная ровная. Вот эта вот линия от двух точек. Потом кривизна у нас идет. Это уже радиусы вот здесь совпадут. Вот в этом месте совпадут радиусы. И мы можем спокойно увеличивать нашу кривизну. То есть ставим G3. Автоскейл он обычно снят. То есть здесь вот эти слайдеры, они автоматически их установят. Ставлю это Elias. То есть мы можем двигать и, соответственно, по вот этим слайдерам придавать какую-то форму. То есть, предположим, мы G3 оттянем вот сюда. У нас получится вот такая форма. Но что, скажем, замечательного в Elias и чего не хватает, предположим, в Rina, например. Здесь есть такая функция замечательная, которая называется Blend. Это прямо здесь в инструменте. То есть мы никуда не уходим. Мы вот остаемся в инструменте и в нем находимся и, соответственно, производим наши действия. Extra CV Row, то есть Blending Option. Вот сейчас стоит 0. То есть у нас есть маркер позиции, маркер касательный, маркер кривизны и маркер потока. То есть G3, это Flow. Но у нас вот это, скажем, плавный вот этот вот изгиб, он вот в этом месте, скажем, нарушается. То есть мы и по каркасу это видим. То есть каркас вот раз, два, три и дальше вот прямо участвует. Для того, чтобы каркас шел так же, как он следует вот от начала и до G3, у нас есть возможность поставить единица. И следующая точка после G3 выровняется. То есть, предположим, ставим G2, ставим 0. Соответственно, если мы поставим единицу, вот эта точка, то есть я поставлю вот так, чтобы было нагляднее. Вот эта точка, если ставим единицу, Elias выравнивает кривую, одна точка после маркера. Вторую ставим. То есть он будет теперь выравнивать, соответственно, все до, ну, до третьей. То есть здесь три максимума. Раз, два, три. То есть если мы возьмем вторую, вернем назад, возьмем первую, то есть в RIN этого вообще нет, то есть этого понятия не существует. То есть в Elias почему эти все кривые позволяют строить очень качественные поверхности? Потому что здесь вот заложен функционал вот такой. И фактически мы можем либо слайдерами, либо вот здесь точными значениями указывать. То есть если мы будем какой-то из слайдеров перемещать, то у нас Elias все равно будет стараться соблюдать форму кривой. Он ее, конечно, немножко изменяет, но по крайней мере форма не искажается. То есть она вот вполне адекватная. Дальше у нас здесь есть такой момент, то есть я поставлю пока ноль. Explicit Control это ручное управление. То есть если мы поставим вот эту отметку, у нас появляется вот степень, которую мы на лету можем менять. И количество спанов, которые мы тоже можем на лету менять. То есть вот эта вот опция отвечает за то, что мы, скажем, если она не включена, то программа отрабатывает автоматически. Если эта опция включена, мы программе говорим, что теперь мы сами контролируем все, что нам необходимо. То, что касается непосредственно степени кривой и спанов. То есть мы у программы забираем возможность, скажем, автоматического управления и автоматических действий. То есть действия уже дальше за нами, скажем так. То есть мы можем поменять степень на меньшую и на большую, поменять количество спанов на меньшую и на большую. Ну на меньшую уже, конечно, не поменяем, но, соответственно, на большую. И, соответственно, получаем вот такую ситуацию. То есть здесь на самом деле инструмент, он несложный до вот такого момента. И здесь есть Lock Position Row. То есть можно залочить вот эти части. То есть у нас первоначальная кривая не была вот на этом месте. Она была вот здесь. То есть если мы устанавливаем отметку Lock Position Row, то, соответственно, у нас кривая возвращается на свое место. И она под замком фактически. Но в каких ситуациях это пригождается, это надо методом экспериментов все случаи эти выявлять. То есть я пока вот это вот отменю. И Position Influence я в данный момент на ней пока останавливаться не буду. То есть фактически у нас вот такая ситуация. Делаем Revert отмену. Это первый случай, да, когда мы пошли от первой точки. Дальше возвращаемся вот сюда. Соответственно, пока Blending и Exposed Control отключаем. Project и Partial мы рассмотрим с поверхностями. То есть сейчас эти команды, эти опции мы не рассматриваем. У нас теперь есть позиция по ребру. То есть Edge ребро. Соответственно, мы хотим вот эту кривую соскаковать вот с этой. То есть если в этом случае мы получали вот такой результат, то есть точка перемещалась просто к точке. То если мы будем выбирать вот эту кривую и в любом месте, если мы нажмем хоть вот здесь, вот здесь, неважно, нажимаем, то у нас фактически точка наша вот этой кривой, которую мы выравниваем к вот этой, она в позицию по нормали попадает. То есть проекция происходит. То есть делаем еще раз Revert. И, соответственно, выбираем кривую, нажимаем вот здесь. И точка у нас идет в место, где у нас нормаль. То есть если перпендикуляр провести, вот сюда наша точка проецируется. Соответственно, здесь вот этот вариант мы тоже можем передвигать. Вот этот фиолетовый маркер, он свидетельствует о точке проекции. То есть точка вот эта по нормали. То есть фактически здесь, если мы, предположим, возьмем наш KeyPoint Toolbox, то у нас здесь есть Line Perpendicular. То есть вот такого вот плана. И мы можем поставить перпендикуляр. Соответственно, прийти вот сюда, но я по точке не попал. То есть вот эта точка будет точкой проекции. То есть перпендикуляр будет, ну, то есть нормаль фактически. Опять же, слайдер передвижения здесь срабатывает. Меняем G1. То есть, соответственно, касательную проводим мысленно. То есть у нас получается, это правило срабатывает. Дальше мы можем указать G2. Точно так же, как и в первом случае. Соответственно, включить блендинг, указать, какое количество точек нужно еще подтянуть. И дальше, соответственно, будем управлять вот этими нашими усилимоментами. То есть слайдерами для того, чтобы добиться нужной нам формы кривой. И смотреть вот отображение прокси. То есть, соответственно, какой была первоначальная кривая. То есть здесь с этими параметрами не очень, скажем, сложно. В данном случае. Делаем реверт. И теперь сделаем вот такой момент. То есть я возьму вот эти две кривые. Здесь, конечно, немножко все перевернулось. Так как нам не нужно. В этом случае сделаем команду move. Ну, наверное, до такой степени. То есть в первом случае у нас кривые лежали просто на поверхности. Но у нас же есть ситуации, когда наши кривые не лежат на поверхности. И этих ситуаций большинство, скажем. То вот в этом случае сделаем вот такой вид. И пока вот этот инструментарий закроем. Соответственно, открываем наш инструмент Align. То есть ставим G0 снова же. Blending пока включаем. Он нам не нужен. То есть делаем действие наше. Прокси-дисплей можно тоже отключить. И в данном случае вот мы видим такую ситуацию. То есть у нас G0 позиция сработала. То есть дальше меняем G1. У нас слайдер появляется. Это у нас вот показательная, то есть прямая линия, соответственно. То есть дальше у нас G2. И если мы посмотрим на виде write, то у нас вот здесь идет, это называется Inflection. То есть перегиб. То есть кривая у нас идет с положения плюс на положение минус. То есть перегиб. Это не допускается. Нежелательно это использовать, если не предусмотрено дизайном. То есть может быть есть какое-то место, где это должно быть. Но фактически это не допускается. Соответственно мы включаем наш blending и ставим единичку. Или даже пускай будет двоечку. То соответственно вот мы получаем такую ситуацию. То есть это все подравнивается. То есть инструмент Align, он фактически намного мощнее, чем два инструмента Avrina. То есть он один. Ну можно как мнение сугубо личное привести такую аналогию, что скажем Alias это компактная Rina. Но единственное большинство пользователей почему-то не нравится интерфейс и элементы управления. Хотя здесь во-первых меньше инструментов, как минимум в два раза по сравнению с основными инструментами Rina, такими же как в Alias. И значит мы делаем меньше телодвижений. Но опять же повторюсь, это сугубо личное мнение. То есть вот мы сделали нашу кривую, перегиба теперь в ней нет. Соответственно мы ее выровняем. Следующий случай, скажем, частный, который есть у нас. Здесь конечно вот эти слайдеры остаются, поэтому команду желательно сбросить, либо сделать реверт и соответственно все это отразить. То есть переходим на следующий слой. И можно на значке Home нажимать, то есть мы возвращаемся туда, куда необходимо. То есть на домашний вид. Приближаемся немножечко сюда. И что мы здесь имеем. То есть у нас две кривы в третьей степени. И соответственно у нас здесь поверхность. То есть по одному направлению третья степень, по другому направлению четвертая. Но количество сегментов один. И по одному направлению, и по второму. Дальше используем наш инструмент Align. Берем опцию G0, отключаем пока блендинг. То есть создаем историю, автообновление ставим. Выбираем нашу кривую. И привязываемся, предположим, к из-за кривой. То есть если пока отойти на шаг назад и не совершать это действие, то можно достать инструмент Patch Precision. И вот если к поверхности прийти, если мы двигаемся мышей с нажатой левой кнопкой влево, то у нас из-за кривые исчезают с поверхности. Отображение из-за кривых. Если мы двигаемся с левой кнопкой, зажатой вправо, у нас из-за кривые отображаются. То есть геометрия не меняется. Это просто отображение. Это такой вид, скажем. То есть мы вернули то, как было. И теперь, если выбираем инструмент Align, то есть мы хотим сделать выравнивание по позициям. То есть выбираем нашу кривую. Подбираемся сюда поближе и нажимаем вот здесь на из-за кривой. И это точка проекции по нормали. То есть наша точка сместилась по нормали. И если позиция, то мы получаем такую ситуацию. Если мы выбираем касательную, соответственно проводим здесь прямую линию, мы понимаем, что на основании нее будет построена вот эта часть и слайдер сместится. То есть дальше у нас G2. То есть здесь уже радиусы совпадают. И, соответственно, если мы вот эту точку хотим переместить, то есть включаем Blender и ставим единицу, то есть она тоже смещается. Если нам это перемещение не нужно, значит отключаем его. То есть фактически все то, что и на предыдущем слое у нас получалось. То есть, опять же, вот эти моменты можно передвигать и кривая будет, соответственно, принимать форму. И вот до конца мы можем сюда дойти и слайдер, точка у нас нормали, здесь точка проекции у нас есть. То есть в этом случае можно сделать реверт. И следующий вариант, это у нас, когда мы, соответственно, ставим все в положение нулевое, выбираем нашу кривую и пытаемся привязаться вот здесь к ребру. То есть мы привязываемся. Опять же, ситуация точно такая. То есть точка проекции по нормали на поверхности, то есть по ребру. И далее тот же самый вариант. То есть G1 у нас будет прямая касательная и, соответственно, G2, это у нас кривизна, совпадут радиусы. То есть вот такого момента у нас получится наша кривая. Если мы здесь поставим единицу, то чуть-чуть точка последняя сместится. То есть вот такой вот у нас инструмент выравнивания. Здесь тоже можно перемещаться по этому ребру и, соответственно, отходить от этой точки либо приближаться. Здесь слайдерами надо тими управлять так, как необходимо, то есть передавать форму. То есть очень мощный инструмент в себе сочетает большое количество, скажем, действий, которые не нужно совершать другими инструментами. Вектор мы не рассматриваем, потому что вектор стандартная, скажем, функция уже была рассмотрена. То есть в этом видео мы практически рассмотрели работу инструмента с кривыми. То есть как происходит выравнивание между самими кривыми и между кривыми и изокривыми, и кривыми, и ребрами. В следующем видео рассмотрим, как происходит выравнивание поверхностей.